В Москве в исторических хлебодарных палатах Новоспасского мужского монастыря прошла презентация первого номера православного научного журнала «Ортодоксия», учрежденного русской экспертной школой. С главным редактором журнала и некоторыми из участников презентации пообщалась наш столичный корреспондент Эльвира Гордеева. Цель создания нового журнала – привлечь внимание к проблемам защиты каноничности и кафоличности православия и традиционных российских ценностей в контексте современных культурных, социальных и политических процессов. Мы будем строить журнал по тематическому принципу. Каждый номер будет посвящен какой-то определенной тематике. Вот этот номер первый посвящен теме «Богословие и выборы». Ну, например, там есть статья «Почему духовенство не может баллотироваться в законодательные органы власти?» Мы рассматриваем этот вопрос и с точки зрения светского законодательства, и с точки зрения церковного законодательства, церковных принципов. По мнению Александра Щепкова, уникальность журнала в том, что это первое церковное академическое издание, доставляющее традиционалистский взгляд на многие процессы, в том числе и политические, происходящие в обществе и государстве. Так, например, центральной в первом номере журнала стала тема «Богословие и выборы». Сейчас Россия стоит перед лицом очень серьезных выборов, выборов своего будущего пути. Когда мы говорим о политическом богословии, это вовсе не карикатура, это во многом обывательское, уж постонародное, извините, выражение, связанное с необходимостью серьезных исследований верующих православных историков, философов, экономистов, направленной на сохранение наших ценностей, наших основных базовых традиционных ценностей в политической деятельности нашего государства. В первый номер «Ортодоксии» вошли статьи «Дискурс свободы и современный греко-протестантизм». Вокруг думских выборов 1912 года государство-оппозиция духовенства. Политические идеи и политическая борьба до революционного русского духовенства на примере Рязанской епархии. Участие духовенства в выборах политических партий и органов власти с точки зрения светского и церковного законодательства и другие. Могу только порадоваться новым журналом. Я член экспертного совета вакопетеологии. Надеюсь, что этот журнал пополнит список ваковских журналов. Может быть, и на следующий уровень вы требует у нас «Web Science» и «Скопус» – международная система а-ля ВАК. И с признанием теологии новой наукой, с началом защит по степеням теологическим, конечно, нужны журналы, именно которые позволят статьи, лицензируемые в них, издавать. И тем самым увеличивать возможных остепененных ученых по этому направлению. Немногим более 200 страниц новый журнал «Ортодоксия» будет выходить 4 раза в год. Следующие номера будут посвящены самым разным темам, которые будут касаться проблем, связанных с Константинопольским патриархатом. Или, например, с проблемой униадства. Или, например, с той или иной богословской проблемой, связанной, например, с какими-то литургическими вопросами. То есть тематика очень широкая. Спасибо.